Балашова Ольга Александровна, скажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете? Какие у вас жалобы? Температура, кашель? Амбулаторному звену, испытывающему колоссальную нагрузку в условиях пандемии и сезонных простудных заболеваний, пришли на помощь студенты-медики и волонтеры. Екатерина Суворова, студентка Корсунского медицинского техникума, проходит практику в районной больнице. Девушка звонки не принимает, она обзванивает пациентов сама. Ее основная задача – узнать о самочувствии и занести информацию в базу данных. Полученный опыт будущий врач считает очень хорошей практикой общения с пациентом. Необходимо звонить пациента, узнать, как он себя чувствует, какие у него жалобы. Дальше просто записываю все в специальные бланки, которые дальше мы передаем и заносим в компьютер, в базу данных. Все время мы можем звонить от 20 до 40 человек. Это ковидные больные. Мы просто интересуемся их самочувствием или обвещаем о том, что у них положительные тесты. Никита Тимин – студент 4-го курса Корсунского медицинского техникума. В будущем планирует поступать в Ульяновский государственный университет на лечебное дело. Сейчас он тоже проходит практику в центральной больнице поселка. Никите досталось место в регистратуре. Он напрямую общается с пациентами и направляет их. Но помогает молодой человек не только в больнице, но и за ее пределами. Студент уверен, что добро всегда возвращается. В период ковида, когда он только начался весной, это было два года назад, мы работали вообще по всему курсу. Это начиная с самого простого. Например, был пошив масок, мы раздавали их на улице. Также у нас была такая акция «Караван добра», когда мы развозили в этот же ковид продукты малообеспеченным семьям. В поликлиниках города каждый день также помогают вести борьбу с коронавирусом свыше 100 ординаторов и студентов-медиков.